Всем привет! Сегодня в видео мы поговорим о методике моделирования, которая в принципе уже встречалась на канале Видео Лофт без рельсов Но сегодня я покажу на другом примере И я думаю, что это позволит лучше раскрыть ее сущность К тому же мы поговорим про некоторые особенности этого подхода Эта методика называется Horizon Modeling Я не знаю, как это будет по-русски Если вы знаете, как это правильно и грамотно назвать на русском языке Пожалуйста, напишите об этом в комментариях Я обязательно добавлю это либо в обложку, либо в описании видео Давайте посмотрим на ту форму, которую мы сегодня построим Это вот такая штуковина, симметричная по двум плоскостям А это значит, что логично и правильно строить только одну четвертинку И затем делать две операции зеркального отражения Как, собственно, мы это и сделаем Но есть нюанс Эта штука должна быть гладкой Поэтому при построении четвертинки Мы должны сделать так, чтобы после зеркального отражения Вот здесь не было ни острых углов, ни впадин Так же и здесь Как это сделать, мы сейчас и посмотрим Прежде всего, нам нужно два эскиза с исходными формами Эллипс это не очень хорошая фигура для моделирования Она достаточно сложна, но тем не менее Сегодня мы можем себе позволить это В данном случае эллипс работает хорошо Сделаем вертикально, чтобы центр точно стоял по оси И второй эскиз Здесь мы отрисуем второй эллипс Где-то здесь и как-то так Конкретные размеры и прочее не особо важны Важна концепция Чуть-чуть вот так И вот так вот сделаем Так, все, сделали Естественно, мы будем это строить лофтом Берем лофт Выбираем два контура Но пока это не очень похоже на то, что мы в итоге пытаемся получить Нам нужно, во-первых, криво здесь вот, чтобы кривенько было А во-вторых, чтобы вот тут вот точно потом было гладко Как это сделать? Естественно, в лофте можно использовать рейл, направляющую Тогда мы должны на вот таком эскизе нарисовать направляющую сплайном И обеспечить так, чтобы вот эти два колена CV сплайна были перпендикулярны к плоскостям контуров Это обеспечит гладкость затем после зеркального отражения Но мы этого делать не будем Потому что сегодня у нас другой подход Вместо этого мы возьмем Extrude И сделаем вот так Раз И еще раз Extrude Вот так Два Длина выдавливания несущественна После этого мы скрываем эскизы обязательно После этого берем лофт И в качестве исходных профилей указываем грани двух подготовленных тел Пока все выглядит так же, как и в первом случае Но теперь у нас в лофте появились опции Как мы хотим, чтобы этот лофт подходил к тому телу Просто присоединялся G0 касательно G1 с сохранением кривизны G2 Мы выбираем G1 Здесь и здесь После этого у нас появляются вот такие вот крутилки Это же Tangency Weight То есть мы можем сделать вот чуть более вот так Или чуть менее Подбираем по вкусу Мне кажется, что разумно выбрать где-то вот так Нет, здесь наоборот двоечку А здесь поставим 4 Ну что-то примерно такое И операция New Body Нам не нужно присоединяться Мы строим новое тело Что у нас получилось? Body 1 Вспомогательное скрываем Body 2 Вспомогательное скрываем У нас осталась четвертинка Мы используем операцию Mirror Тело Mirror Plane Грань Операция Join Ну кстати, в Mirror появилась операция Join То есть сразу после зеркального отражения Можно присоединить вторую половинку к исходному телу Делаем еще один Mirror То же самое Так Так Join Мы получили вот такую вот форму Давайте сейчас включим зебру Посмотрим на нее И увидим, что на стыке у нас все супер гладко Здесь даже не G1 А явно гладкость G2 Между вот этими двумя половинками Как же так получилось? Мы же делали там G1 Давайте попробуем в этом разобраться Для этого сначала я сделаю рассечение Split Face Вот этих двух граней При помощи плоскости Это все вспомогательные операции Для того, чтобы построить вот тут Гребенку кривизны Curvature Comp Что это такое? Эта аналитика показывает Насколько кривая поверхность Направление вот этих синих линий Показывает направление нормали В этой точке поверхности А длина этой синей линии Обратно пропорциональна радиусу кривизны То есть, грубо говоря Чем более кривая поверхность В этом месте Тем длиннее будут вот эти синие линии Соответственно, если поверхность плоская По вот этому сечению То там линия должна сойти на нет Она должна подойти к нулю Потому что плоскость Радиус кривизны бесконечность Длина вот этой линии 0 Здесь мы видим, что нулей нет Все гладенько Теперь давайте посмотрим Как эта линия будет выглядеть Как эта гребенка будет выглядеть Если мы сделаем касательность G2 К вспомогательным телам Посмотрим Выглядит вот так Похуже Прям по-честному похуже Зебра тоже выглядит гораздо хуже В чем же дело? Дело в том, что Когда мы включаем касательность G2 Fusion при построении лофта Пытается привести кривизну Вот этой поверхности лофтовой К кривизне исходной поверхности У исходной поверхности Вот в этом сечении Кривизна 0 Потому что мы делали ее экструдом Если мы сделаем сечение Здесь будет прямая линия Соответственно, здесь Fusion Тоже пытается привести кривизну к нулю А потом мы это тело убираем И делаем зеркальное отражение И здесь появляется такое же тело Кривизна опускается до нуля А потом начинает опять расти Совершенно ненужная операция Которая в результате портит нам форму поверхности То есть G1 здесь работает лучше При таких операциях Когда мы делаем гладкие криволинейные тела И используя технологию Horizon Modeling Нам не нужно выставлять непрерывность Типа G2 Во всех остальных случаях G2, как правило, работает лучше Но только не здесь Итак, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что такое Horizon Modeling Мы узнали, что это по сути просто лофт В котором в качестве профилей Используются не контуры из эскизов А грани специально подготовленных вспомогательных тел Мы узнали, что этот метод хорошо подходит Для создания симметричных тел В том случае, когда нам надо обеспечить гладкость В середине по плоскости симметрии этого тела И еще мы узнали, что в таких случаях Не стоит использовать тип непрерывности G2 А G1 работает лучше За исключением тех случаев Когда мы знаем, что делаем И G2 выставляем специально И осознанно Спасибо за просмотр Ставьте лайки, если информация была полезна Вопросы к следующим видео пишите в комментариях И подписывайтесь на канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok